В эфире новости в студии Олеся Пылева. Здравствуйте. В эти дни сотрудники ГИБДД по городу Кумертау Налоговой инспекции службы судебных приставов проводят совместный ред по выявлению лиц, не оплативших налоги и штрафы в сфере нарушений правил дорожного движения. На основании постановления правительства Республики Башкортостан, Федеральная служба судебных приставов, Дорожно-постовая служба и Федеральная налоговая служба проводят совместный рейд по выявлению должников, которые не вовремя уплачивают налоги и сборы. В банке данных службы судебных приставов находится более 2000 исполнительных производств. Их общая сумма превышает 34 миллиона рублей. Одним из методов взыскания долгов являются рейды на дорогах города. В ходе таких мероприятий инспекторы ГИБДД проверяют документы владельцев авто, а сотрудники службы судебных приставов и налоговой службы проверяют водителей по базе данных на предмет наличия штрафов, а также задолженности перед государством по неуплате налогов. Тем, кто оказался в списке должников, рекомендуют в ближайшее время погасить имеющиеся долги. В случае неуплаты долгов, долги могут взыматься по решению суда в двойном размере, могут изыматься деньги со счетов должников, могут арестовываться транспортные средства, либо другое движимое или недвижимое имущество. В случае неуплаты вовремя налогов, налоговый начисляется на данный долг, пенни, в размере 1,03 от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подобные рейды будут продолжены, поскольку они способствуют исполнению должниками обязательств перед бюджетом, а также повышению уровня правосознания среди граждан. Информацию о наличии у вас неоплаченных штрафов и иных задолженностей можно проверить на сайте Госавтоинспекции МВД России, в личном кабинете налогоплательщика или же в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов. Минувшую субботу в районном Доме культуры молодости Кургазинского района состоялось торжественное собрание в честь главного государственного праздника Дня Республики. О том, как кургазинцы отметили праздник в нашем сюжете. На торжественное мероприятие в честь 25-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете в зале районного Дворца культуры молодой собрались работники сельского хозяйства, здравоохранения, образования, главы сельских поселений, ветераны войны и труда. Обращаясь к собравшимся, глава администрации Кургазинского района Ахат Кутлу Ахметов отметил, что для многонациональной республики этот день стал главным государственным праздником и он навсегда вошел в нашу историю, став символом мира, созидания и стабильности. Мы по праву можем гордиться тем, что наша республика является одним из крупных и ведущих регионов в Российской Федерации, примером межнациональной дружбы, согласия и взаимопонимания. В эти достижения, безусловно, вносят вклад труженики нашего района. Хочу поздравить вас, уважаемые участники торжественного собрания, о вашем лице, трудовой коллектив района, ваших близких и родных с этим знаменательным праздником. Пожелать вам праздничного настроения, бодрости, духа, здоровья, совершения в жизни всех ваших желаний и планов. Ахадив Датович также отметил труд работников сельского хозяйства. Несмотря на сложные погодные условия, они успешно завершили один из ответственных кампаний – уборку урожая. Аграриями района собрано порядка 70 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 12,5 центнеров с гектара. Под урожай будущего сезона посей на зиму зерновых культур на площади более 15 тысяч гектаров. По традиции, мероприятие ко дню республики продолжила церемония награждения. Ахад Кутлу Ахмедов вручил почетной грамотой администрации, работникам предприятий и организаций, внесшим весомый вклад в развитие района. В числе награжденных – экономисты, журналисты, специалисты дорожного хозяйства, работники агропромышленного комплекса. Свои заслуженные награды также получили учащиеся школы, призеры и победители районных, республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад. В этот день также в торжественной обстановке юные куэргазинцы, достигшие 14-летнего возраста, получили главные в их жизни документы – паспорта. Жители Куэргазинского района с праздником поздравил заместитель министра финансов республики Зинур Бакиров. Зинур Зарифович вручил награды ведомств республики работников различных сфер. Этот день запомнится и молодым семьям, получившим сертификаты на приобретение жилья. Документы на улучшение своих жилищных условий получили четыре семьи. Подарком для собравшейся стал большой концерт с участием лучших творческих коллективов района. В программе сольные номера, выступления ансамблей и театризованной постановки. Айгуль Мухаммедшина, Игорь Хлопотов, Владимир Кузьмин. Новости. В преддверии празднования Дня Республики одновременно в четырех населенных пунктах Кургазинского района состоялся интерактивный круглый стол «Большие дела, малые родины». О том, какие темы обсуждались в работе такого форума, в нашем сюжете. Почему молодежь стремится уезжать в большие города? Стоит ли это делать? Какие перспективы у молодых специалистов на селе? Эти и другие вопросы стали темой круглого стола. Современные технические возможности позволяют проводить такие дискуссии с участием нескольких населенных пунктов. В этот раз в работе телемоста приняли участие школьники сел Ермолаево, Новому Рапталово, Якшимбетово, Бугульчан. Гости таких интерактивных встреч – сотрудники отдела МВД России по Кургазинскому району, врачи, работники сельского хозяйства, специалисты службы занятости. Люди, которые на малой родине нашли свое призвание, добились успехов и приносят пользу родному району. Они призывают не искать счастья вдали от дома, а быть полезным там, где родился. Наша цель заключается в том, чтобы привлечь молодое подрастающее поколение к работе на селе. В Мурабталово у нас была точка под названием «Сельское хозяйство. Территория возможностей». Ермолаево – это профориентация. А в Якшимбетово мы говорили про профессию врача, правоохранительных органов. То есть мы хотели донести до наших участников, какие профессии необходимы. Что не только в большом городе возможно, есть возможности, но и здесь, в родном селе. Но если не мы, то кто же? Чтобы каждый знал, что, получив профессию, необходимо вернуться назад в свою родную селу, в свою родную деревню, в свой родной район. В ходе встречи старшеклассников интересовали вопросы о поступлении службы МВД, меры поддержки молодых врачей на селе, возможности развития сферы сельского хозяйства. Это говорит о том, что молодежь готова вершить большие дела на малой родине. Праздничные выходные и дни представители трудовых коллективов и молодежи города Кумертау Кургазинского района посвятили занятиям спортом и здоровому образу жизни. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сокол» села Ермолаево состоялся товарищеский матч по волейболу. Такие встречи команд двух муниципалитетов стали традиционными. Они позволяют спортсменам оценивать силы соперников и оттачивать мастерство. Кроме этого, любители активного отдыха с пользой для здоровья проводят выходные. По итогам соревнований на первом месте команда энергетик города Кумертал. На втором месте команда села Маячина. И на третьем месте молодежь села Ермолаева. Еще одно спортивное событие состоялось 11 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сокол» села Ермолаево. Любители погонять мяч собрал турнир по мини-футболу. Всего в игре приняли участие 8 команд из Кургазинского района, городов Кумертау, Мелиус и поселка Тюльга. По итогам соревнований студенты Кумертауского филиала ОГУ заняли третье место. На втором месте ветераны спорта города Мелиус. И в упорной борьбе первенство завоевали футболисты села Ермолаево, команда «Сокол». Победители получили кубок, призы и сувениры. И это была последняя новость дня. До свидания.